Всем привет и слава Украине. Он известен, я и помню во времена нашего детства, помнишь, может быть, такая песня была переделана «Лица желтые над городом кружаться», «Китайский десант» и так далее, потому что, я не знаю, может быть, это было, возможно, там были элементы какого-то расизма, но как-то в наше время советскому человеку было проще воспринимать китайца как врага, чем американца. Да. Ну, во-первых, у нас, я с этим поздравляю, безвизовый режим с Китаем. Когда поедем в Китай? Ну, я думаю, что съездить не грех, если есть такая возможность. То есть, интересная страна, страна величайшей культуры, но и величайшей истории, которая, бумага, порох, я не знаю, дали миру очень долгое. Тем не менее, вот наша, у нас атесинофобия или синофилия, вот так бы я сказал, синофилия, любовь к Китаю, нашего правительства, она вызвала такую настороженную реакцию у нашего общества, у многих лидеров общественного мнения. А почему сущности? Ну, большая страна. Это же плюс. Во-первых, во-первых, это синофобия или настороженность ксенофилии будет и в обществе. Потому что есть настороженность в отношении того, что сюда, в Грузию, может приехать очень-очень много китайцев на заработки и на дешевая рабочая сила. А может быть, тут приехать в таком количестве, которое другой нации мы бы вообще не видели в Грузии. Вот эта настороженность к десанту, можно сказать, из Китая в Грузию есть и в обществе. Во-первых. Во-вторых, естественно, Китай, у Китая свои интересы, однозначно. У Китая свои интересы, и эти интересы не совпадают, не обязательно должны совпадать с нашими национальными интересами. Несмотря на то, что есть там перспектива и возможность привлечь китайские инвестиции, если это будут инвестиции, а не кредиты. Мы знаем, что один пояс с инициативой пути и поясом подразумевает в первую очередь кредиты, которые могут потом превратиться в большие проблемы и могут быть связаны с потерей контроля над критической инфраструктурой. В-третьих, Китай, при всем уважении к культуре, истории, Китай – коммунистическая страна. Китай управляет коммунистическая партия, и идеалы, и все те принципы, которыми управляются, и методы, которыми управляются Китай, должны быть неприемлемы для грузинского общества, которые имеют амбиции стать членом демократического сообщества евроатлантического и европейского. И подход к грузинской мечты, к двум основным векторам, то есть наладить стратегические отношения и с Китаем, и с Соединенными Штатами, выглядит несерьезно, мягко говоря, потому что это невозможно реально. Грузия не является такой солидной, серьезной, большой, ресурсной страной, чтобы параллельно в обоих направлениях она развивала выгодные для Грузии национальных интересов Грузии отношения и с Соединенными Штатами, и с Китаем. Я, будучи тогда членом правительства Бедзина Иванишвили, прекрасно помню, а он был тогда премьер-министром, его заявление об подражании Армении в настраивании двусторонних, то есть многосторонних отношений и с ОДКБ, и с НАТО, и с Соединенными Штатами, и с Россией, почему бы нам не вести наши отношения и с Россией, и с Соединенными Штатами. У нас был тогда спор у большинства, кстати, тогдашнего правительства, были резкие реакции внутри правительства, это обсуждалось, и мы очень горячо дебатировали на эту тему. Сейчас опять, только вместо России уже Китай, налаживание стратегических отношений и с США, и с Китаем, возможность налаживать. Это реально, это невозможно, если понимание есть стратегических отношений. Что подразумевается? Стратегические отношения подразумевают отношения в сфере безопасности, в сфере экономики, в сфере развития нашей страны и совпадения ценностей, совпадение ценностей, так и совпадение в видении развития нашей страны. И эти ценности и видения однозначно не могут совпасть и у Соединенных Штатов, и у Италии. Думаешь, придется выбирать? Я думаю, что руководство грузинской мечты ведет в очень рискованную и опасную игру. Я абсолютно уверен, что это не подразумевает провокирование Соединенных Штатов на большую и интенсивную работу с Грузией и привлечение сюда инвестиций, открытие, так сказать, безвизового режима и назначение прямых авиасвязей и так далее. Это девиация, я так думаю, с курса, который был у Грузии, и Соединенные Штаты являлись нашим главным стратегическим партнером. И целью, главными целями и приоритетами были интеграция в Грузии в НАТО и в Европейский Союз. Это углубление отношений с коммунистическим Китаем однозначно повлечет за собой препятствия, новые препятствия на пути евроинтеграции и евроанатической интеграции. Так что, если этот выбор уже сделан грузинской мечтой, это очень-очень опасный выбор для Руси. Слушай, ну, при всем при том, при всем при том, есть один момент. Если Соединенные Штаты и тот же Евросоюз начинают нам, им, то есть властям, выдать мозг по поводу того, что необходимы свободные выборы, необходимо это, необходимо то. Вот эти пункты, 9 пунктов, 12 пунктов, 3 пункта выполнили, и остальные не выполнили, и это подобное. Китайцы ведь этого всего делать не будут. Никогда в жизни. Эти скажут, ребята, что хотите, то и делайте. То есть они не будут вмешиваться во внутренние дела Грузии. Конечно. Так выходит. Конечно. Поэтому я и говорю, для руководства, самого руководства Грузии, для грузинской мечты, это очень комфортный партнер. Никогда Китай не поставит вопрос о свободе слова, о независимости суда, о независимости и проведении свободных и честных выборов. Никогда этого не будет. Что очень устраивает, в принципе, Грузию. Руководство Грузии, а не Грузии. Потому что Соединенные Штаты и Европейский Союз дают нам возможность реально привести страну туда, где есть наши интересы, где есть совпадение в семьях, в ценностях. Это же не написано там где-то в Рюсселе, в Вашингтоне, вот делайте так, 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 и потом это поддержано грузинским народом. 75 процентов, никогда ниже 75 процентов, может быть, в период после военных, после оккупационных первых месяцев упала интеграция в НАТО до 60 процентов. Никогда ниже 70 процентов, результат плебисцита, помнишь ты, в 2004 году, в 2008 году, никогда ниже 70 процентов, 5 процентов не падало. И сейчас это больше 80 процентов, больше, около 90 процентов интеграции в Европейский Союз, членство в Европейский Союз и больше 80 процентов в НАТО. Это обеспечение безопасности, это обеспечение стабильности, это обеспечение долгосрочного развития нашей страны. Мы хотим, мы хотим сами, хотим, чтобы у нас были свободные выборы, была свобода слова, был бы справедливый и независимый суд и так далее, и так далее. И коррупция, при всем уважении в Китае, сам президент Си Цзиньпин принял очень жесткие меры в отношении военных, в сфере, так сказать, обороны, там были очень-очень большие коррупционные правонарушения. Грузия, если будет сотрудничать и углублять сотрудничество с Китаем, может стать зависимым от китайских кредитов и проектов. И, конечно же, никогда не будет получать никаких рекомендаций в отношении всех этих сфер, которые вы перечислили. Руководство Грузии, это прекрасно, это устраивает. Китай, страна, которая уважает суверенитет, хотя я не часто об этом говорю, но уважает целостность и суверенитет Грузии. Я не верю в тот миф, предвыборный миф, что Китай обязательно подключится к восстановлению территориальной целостности Грузии и возвращению Абхазии и Самача-Блодск-Инвали в Южной Осетии в состав Грузии, а будет сотрудничать в рамках проекта и обеспечения коридора для китайских грузов, если этот проект будет интенсивно загружен китайскими компаниями и китайским грузом. Вопрос территориальной целостности. Ты знаешь, что часто почему-то говорят, что для общества вопрос территориальной целостности перестал быть актуальным. Или перестал быть таким актуальным, каким он был. Ты тоже так считаешь? Нет, я не согласен с этим. Вопрос территориальной целостности является очень важным и приоритетным вопросом. Просто он не обсуждается интенсивно. Он не стоит на повестке дня по понятным причинам. Это однозначно. Потому что Россия, несмотря на то, что она высказывается позитивно в отношении руководства Грузии, она тут же заявляет, что пора руководству Грузии налаживать двусторонние отношения с Абхазией и признать новые геополитические реалии. Так что реально руководство Грузии не имеет возможности сесть за стол переговоров с Россией, даже и в двустороннем формате, и начать обсуждение вопроса о возвращении и реинтеграции Абхазии и Южной Осетии. Вот в чем проблема. Да, это интересно. Слушай, вот интересный момент был. Интересный момент был во время заключения. Это было не заключение, это было заявление о социалистическом партнерстве с Китаем. Многие обратили на это внимание, что там было записано. Стороны признают территориальную целостность друг друга. Это понятно, да, спасибо. А дальше было записано. Грузия признает принцип одного Китая. И дальше ничего. Как так? Ну, если Грузия признает принцип одного Китая, значит, Китай признает, значит, оккупированы ли Абхазию и Сфиндвардский регион. Это с невооруженным глазом можно было заметить, что этот документ не согласовывался и не писался в двух столицах Твилиси и Бекине. Это был документ, который приготовил официальный Пекин и дал на подписание к визиту тогдашнего премьер-министра Ирака Григория Вашили. И я думаю, что особых усилий не прикладывали и не было инструкции нашим дипломатам, чтобы конкретно эти самые моменты туда обязательно в порядке вставить. И я думаю, что Китай уважает территориальную целостность Грузии и считает, что Грузия должна восстановить свой суверенитет над Абхазией и Южной Осетией. К сожалению, это был чисто китайский документ, который подписала Грузия. И потом уже мы от представителей грузинской власти слышали, что Китай признает территориальную целостность в наших беседах и так далее. Этого однозначно недостаточно. То, что Китай признает, мы это понимаем, признает ли он оккупацию. Кстати, я вот не помню, честно говоря, по резолюцам, как Китай голосовал обычно по нашему... Китай не поддерживает грузинскую резолюцию. Она воздерживается. Китай воздерживает. Но сейчас ты должен поддержать уже. Сейчас же мы уже стратегический союз. Солюбортеры. Я очень сомневаюсь. Я очень сомневаюсь. Одну секунду, Алексей. Если мы договорились быть стратегическими партнерами, значит, должен поддержать. А если нет, то какие мы стратегические партнеры? Вот хороший вопрос. Какие мы стратегические партнеры? Я сомневаюсь, что у Китая и Грузии идентичное понимание слова стратегические партнеры. Стратегическое партнерство, даже с самой Российской Федерацией, безграничная дружба и так далее, и так далее, не обязывает Китай делать все шаги, которые совпадают с интересами Российской Федерации. Даже вот на строительство газопровода, второй ветки газопровода «Сила Сибири-2» и Тайне выдает финансовые ресурсы для строительства и заставляет саму Россию искать эти ресурсы. А у России этих ресурсов нет. А России это очень даже нужно. Но мы видим, что стратегическое партнерство, условия стратегического партнерства диктует Пекин, Китай. Ну, Россия сама себя поставила в такое положение, и в данном случае меня, конечно, больше не будет судить. Чем дальше, тем хуже для России. Вот недавно в «Москал Таймс» прошла информация, что Россия уже давно ведет переговоры с двумя китайскими банками о предоставлении крупного кредита. Но никакого прогресса в этом плане у России нет. Нам будет очень сложно, с учетом наших очень лимитированных ресурсов, будет очень сложно вести взаимовыгодные, развивать взаимовыгодные стратегические отношения с Китаем. Ну, смотри, а с другой стороны, мы спросили, я спросил, какие стратегические партнеры. Ну, есть как минимум одна точка в Грузии, которую Китай интересует давно, очень серьезно, и я бы сказал бы так системно. Это точка «Анакрия». Заявление о стратегическом партнерстве было летом прошлого года. Сегодня уже конец февраля. Почему до сих пор не отдали? Ну, раз мы стратегические партнеры, отдайте, да, китайцам и все. Да, это тоже, опять же, хороший вопрос. Китайская компания вышла в финал. Там две компании, швейцарская, люксембургская, по-моему, и китайская компания. Что-то мне подсказывает, что швейцарская, люксембургская, не совсем швейцарская, люксембургская. Насколько мне известно, может, я чего-то не знаю, но в Швейцарии… Я тоже не знаю. Не славится. Вы тоже не знаете. Ну, да, ну… Здесь сами управление партами. Но оставим в сторону, вот китайской компании не дали пока добро в результате тендера. Это, естественно, руководство Грузии осторожно подходит, осторожно подходит к этому вопросу, потому что учитывает все-таки, я все-таки думаю, что интересы западных партнеров нашей страны. Это может повлечь за собой последствия, которые не очень-то устраивают руководство Грузии. А Европа точно будет против? Я про США не говорю, я про Европу куда-то… И Европа однозначно. Да. Да уж. Да уж. Как вы… Это все понятно. Слушай, мне давно пришла в голову эта мысль, я ее даже озвучил несколько раз. Она настолько плохая, что я не хочу даже ее озвучивать, но приймутиться. Смотри, на сегодняшний день есть серединный коридор. Центральный коридор, который важен для нас, для региона, для Центральной Азии, для Азербайджана, для Грузии, для Турции и так далее. А с другой стороны, у нас есть северный сосед, который оккупировал два наших региона, и у которого порт Новороссийск находится, мягко говоря, не в очень хорошем положении. Там они туда вход перетащили, а значит скоро приедут туда, приплывут туда украинские дроны. Дроны. И можно себе представить, каково будет вести торговлю, ну какова будет просто цена за фракты, цена за страховку, когда будут. Но вот тут фактически такой же порт, и даже больше, можно построить очень быстро здесь же. Тем более, что два раза уже начиналось строительство этого порта, так что там подголоверные работы все сделаны. Почему бы... Вот ты считаешь вообще... Давай так, давай я по-серьезному тебя спрошу. Ты считаешь возможным такую комбинацию, что Китай вместе с Россией давят на Грузию, и после строительства, или во время строительства, значит, порта Анакли, просто открывается железная дорога через Абхазию. А если открыть железную дорогу через Абхазию, то китайцы скажут, ребята, а это же самый короткий путь, это короче, чем через Центральную Азию, ну потому что северные. Потом это одна страна, потом это страна, которая очень сильно зависит от Китая. И все грузы, эти контейнеры идут через Россию. И таким образом мы перекрываем кислород для развития себе. Да, через наш порт, через Анакли будут проходить грузы. Там, сколько там, до, через Абхазию, я не думаю даже вообще, что нам будут что-то оплатить за это. А ну через Анакли будут. И мы перекрываем таким образом достаточно серьезную перспективу для Центральной Азии и для нашего стратегического партнера Азербайджана. И для себя. Как тебе такой сценарий? Ну, очень, это очень, очень плохой сценарий. И я не представить не хочу, что Китай и Россия вместе будут давить на Грузию в открытии железной дороги через Абхазию. Это очень серьезно подорвет и наши политические интересы, и экономические интересы реально. И нам в определенной степени придется, это будет признание суверенитета Абхазии в определенной степени. И если там на чекпоинтах, там будут... Не, 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 это они скажут, там уже, они уже, типа там, швейцарская компания, там где-то на ПСУ, но это разговор уже в пользу нищих, ладно. Это будет очень сложный вариант развития и, естественно, очень серьезно подорвет перспективы вот как раз этого серединного коридора. Я думаю, что нужно будет всячески поддерживать развитие этого серединного коридора и всячески содействовать этому и в совместных усилиях, международных усилиях и в наших двусторонних отношениях. Ну, кто предупрежден, тот вооружен. Я надеюсь, что действительно будет так, что по факту будет... Да, эти риски, я честно скажу, естественно, я однозначно могу сказать, что эти риски очень очевидны, они сами тоже учитывают, это тоже учитывают, просто невозможно их не учесть. И реально согласие на такое решение подорвет политический авторитет грузинской мечты и руководство Грузии внутри страны. Это может повлиять на политическую стабильность в стране. Так что они, естественно, понимают это и, естественно, я надеюсь на то, что они всячески будут стараться не допустить того, чтобы уменьшить реализацию, возможность реализации серединного коридора и дать возможность открытию железной дороги через Амхазин. Ну, будем надеяться, что так оно и будет. Ты был человеком, который сам делал переговоры по евроинтеграции. Как ты считаешь все-таки то, что нам дали этот статус, что Европа вошла флаг и сказала, что здесь есть наши интересы, или это что-то другое? Во-первых, это было геополитическое решение, это однозначно. Во-вторых, я не раз говорил, еще раз скажу, если не героическое сопротивление Украины в войне против России, если бы России удалось бы свергнуть руководство Украины и поставить туда-обратно Зевнуковича, Медведчука или кого угодно, тогда бы никакого разговора, никакого разговора не то, что по интеграции Грузии, Молдовы и Украины, но и балканских стран. Ускорения интеграции балканских, западно-балканских стран не было. Был скептицизм до начала вот этой войны, полномасштабной войны, и уже после того, как Украина выдержала натиск российской армии и России, начали в Европе говорить о том, что пора и нам самим расширяться, и этот проект уже назначили потенциальную дату 2030 и так далее. Но это было очень хорошее решение присвоения статуса кандидата для Грузии. Во многом все решится в октябре, когда пройдут Грузии выборы. Если они пройдут без особых нарушений, без, там, нарушения будут, естественно, они не будут идеальными, они не будут скандинавскими демократическими уровнями демократии, но если это будут не особенно, пройдут без особых нарушений, это будет очень серьезным импульсом для решения в этом же году, для решения Европейским Союзом о начале accession talks с Грузией. Но все, очень многое будет зависеть от выборов. И, естественно, грузинской мечте и Грузии, в целом, обществу Грузии нужно будет провести конкретные работы в отношении вот этих девяти шагов, которые там дали в Европейской комиссии. Ну, давай признаем, что сегодня, в принципе, мечта может победить и без фальсификации, и без ничего. Все равно пойдут до фальсификации, но если пойдут, то зачем? Грузинская мечта очень интенсивно проводит исследования, рейтинги, она мерит фактически каждую неделю, фактически каждый месяц. Она прекрасно знает свои сильные стороны, очень активно, кстати, работает с населением и работает там. Ну, естественно, все хотят заполучить вот тот самый 30% нерешенных и неопределенных избирателей. Должен сказать, что они сильнее и интенсивнее работают с избирателями, чем оппозиция, но грузинская мечта, она должна говорить, что она получит конституционное большинство, но она знает, что она может, будет нуждаться в коалиции. И все нужно будет подбирать партнера, и это не будут ни европейские, ни европейские социалисты, или как они там называются, Придона Инджиа, и не там новые... Сила народа. Да, и сила народа, и так далее. Это не вариант. Им нужно будет реально вести переговоры. Поэтому они могут использовать государственный ресурс. Они сейчас над этим работают очень интенсивно и будут очень сильно использовать государственный ресурс для обеспечения своей победы. Достаточно интересно тасуется в итоге колода карт. И смотри, на этом фоне, на всем этом фоне, мы имеем следующую конфигурацию, если мы возьмем региональный фон. Мы имеем следующую конфигурацию. Проблема безопасности есть у всех. Мы живем в очень турбулентном регионе. Азербайджан решает свои проблемы безопасности через военный союз, вплоть до устояния армий, планов по устоянию армий с Турцией, через развитие отношений с такими странами, причем технических отношений с такими странами, как Израиль и Пакистан. Это важно. Они получают высокотехнологическое оружие через развитие политических отношений со странами Центральной Азии. И в итоге достаточно прочная конфигурация, по крайней мере, внешне достаточно прочная. У Армении несколько сложнее ситуация, но я скажу несколько. Потому что она опиралась столько времени на Россию исключительно монопольно, потому что не монопольно опираться на Россию невозможно. Ты или опираешься на Россию, или не опираешься. Дивилизифицировать – это вся ерунда. Так вот, Россия начала сыпаться и рушиться. Но я почему сказал несколько? Потому что у Армении есть достаточно серьезное влияние на Западе в лице лобби армянского диаспора и так далее, корпуса, скажем так. Ее поддерживает однозначно такая страна, как Франция, а это вторая страна Евросоюза. По огневой мощи первая, вторая армия в НАТО считается по огневой мощи. И достаточно серьезная, если не мировая держава, то как минимум региональная. Стоятельная страна и член Совета Безопасности. Да, с претензиями на статус мировой державы. У нее есть не менее крупный партнер – это Индия, с которой в Армении очень хорошие отношения. У нее как бы полневоли и так далее, но очень старые стратегические отношения партнерства с Ираном, еще одной позиционной страной. Ну и Греция традиционно тоже с Грецией. И вот такая конфигурация, она тоже создает, пусть не такую устойчивую, потому что все страны далеко, кроме Ирана. Но все-таки какую-то конструкцию безопасности они сейчас буквально вот на глазах создают. Да? Я у тебя хочу спросить, Димита, Эд. А что у нас? У нас многовекторность. Сейчас развивается многовекторность, если прислушаться к заявлениям руководства и нового премьер-министра Грузии. Но, если честно, это отход. В моем понимании, если они, они, может, и об этом и не заявляют. Но это отход от стратегических отношений реальность с Соединенными Штатами и заигрывание с Европейским Союзом. У нас сейчас, на данном этапе, вот нет таких партнеров, как им является Турция для Азербайджана. К сожалению. У нас сейчас эта политика нераздражения России является стратегическим решением руководства Грузии. И это стратегическое решение в их понимании и есть стратегия обеспечения безопасности Грузии. Я думаю, что это не совсем правильная ставка. Даже если с учетом того, что до сих пор это работает, потому что у России руки заняты войной с Украиной, но Россия, как только у нее будет возможность, она поставит нам очень-очень жесткие условия, и мы окажемся в очень сложном положении. И тогда уже, может быть, не будет того самого уровня стратегического отношения с нашими реально стратегическими партнерами Соединенными Штатами. И я очень сомневаюсь, что противовес российским условиям и натиску из России можно будет поставить стратегическое отношение с Китаем. Очень сомневаюсь в этом. И Китай обязательно возьмет на себя роль защитника Грузии против... А почему ты в этом сомневаешься, кстати? Слушай, почему ты в этом сомневаешься? Это невозможно, потому что невозможно, или есть другие причины? Почему это невозможно? Ну, с учетом значимости Грузии и для Китая, и российских ресурсов, и территории для Китая, это две абсолютно разные вещи. И Китай ни в коем случае не пойдет на ухудшение отношений с Российской Федерацией из-за Грузии. Никогда. И я очень надеюсь, что России не удастся высвободить руки и заняться, так сказать, восстановлением Советского Союза в той или иной форме и реализацией мечты Владимира Путинова. А то мы первые научились. Мы... После Украины. После Украины, да. После Украины. Мы, Молдова, Молдова, Грузия и странам Южного Кавказа, Азербайджану и Армении, им будет непросто остаться за пределами восстановленной или вновь созданной той или иной формы Советского Союза. Ну, давай, чтобы зрители понимали, почему неизбежно, просто неизбежно Россия предъявит при первой же возможности нам и сделает какую-нибудь гадость для нам. Посмотрим просто на географическую карту, чтобы зрители понимали, о чем идет речь. Ну, вот сейчас я вывожу географическую карту, как всегда, с рельефом, что я люблю делать, с рельефом люблю выводить, с географическую карту. И вот мы видим, вот Китай, вот Россия, вот мы. Вот смотрите, вот отсюда, то есть с севера, вот так вот, вплоть до сюда, Россия заблокирована. В этом направлении у нее ничего не может двигаться по умолчанию. И единственная, а европейская часть России вот эта, если мы потом посмотрим, я могу потом найти, но вы сейчас, честно говоря, если мы посмотрим население основной России здесь, вот это, дальше идет очень узкая полоса, очень узкая полоса, заселенная. Вот, у России это вот она по-настоящему где. Это полоска узкая, вот до Дальнего Востока. Так вот, единственный главный выход на юг, на глобальный юг, с которым западом она не будет сотрудничать, это опять-таки вот он. Конечно. А теперь самое интересное. Смотрите, это у нас большой Кавказский хребет. И в этом хребте на самом деле есть четыре дырки. Первая здесь, в районе Адрива, Сочи, Абхазия. Вторая, вот здесь, сейчас, где-то, вот она, вот, Рокский тоннель, вот она. Третья здесь, это Степан Сминда, вот, Верхний Ларс. И четвертая здесь, Дербент, на Азербайджан. То есть, из четырех дырок, три в Грузии. И смотрим еще раз на карту, что происходит, если Россия обладевает Грузией. Не важно как. Не важно. Но обладевает Грузией. Это, она контролирует все. Фактически. Она контролирует весь путь. Она контролирует важнейший маршрут центрального коридора из Центральной Азии, из Центральной Азии. Конечно. Причем не надо думать, что срединых коридоров это только Китай. Нет, это вся Центральная Азия с ее огромным потенциалом. И человеческим, и сырьевым, и так далее. С сырьевым, в первую очередь. Это Афганистан, ребята. Вот он он. Тут же. И тут же есть контроль движения товаров из другого. Север-юб-север. Другого гиганта Индии. Куда? Через розынские партнеры. Опять-таки, да, самый большой рынок в мире. Это европейский север. Европейский. Конечно. Вот. Мы увидели ставки в этой игре. В этих условиях есть понимание того, где мы находимся, и что с нами может произойти. Еще раз, я не являюсь однозначно адвокатом и сторонником внешней власти, но я абсолютно уверен, что там есть умные люди, которые это все прекрасно понимают. Но в их понимании нераздражение России – это единственный выход сохранить нынешнюю ситуацию, стабильность и контроль над 80% территории Грузии. Это их понимание и их стратегия. Я не думаю, что это сработает. И всегда привожу примерно слова Гуинстона Черчилля, который говорил, что кормить крокодила с надеждой на то, что он тебя съест в последнем – это не работает. Он тебе все равно обязательно съест. Так что я не думаю, что это правильный выбор и правильная стратегия. Но не могу согласиться с тем, что там не понимают и не считают все эти риски и все эти проблемы. Они прекрасно это понимают, но у них есть стратегия нераздражения и определенного нейтралитета и, в принципе, реального дистанцирования с евроатлантического курса. Ты знаешь, я единственное, что я вспомнил. Эта фраза обычно предписывается Толерану, но как выяснил я ее, эта фраза, забытая всеми юристам уже, Антуан Булет-де-Ламерт, юрист такой был, эта фраза звучит так – это не преступление. Это хуже, чем преступление. Это ошибка. Я очень сильно боюсь, что может быть хуже, чем преступление. Это может быть ошибка. Абсолютно согласен с тобой. Абсолютно согласен. И у нас есть вопросы. Два вопроса у нас есть. Лео пишет наш зритель. Как собирается Грузия улучшать сотрудничество с НАТО, если последние 10 лет видно охлаждение отношений, даже новопрезмер признал это? Я скажу еще больше, что последние несколько лет на День независимости официальных мероприятий никогда ни один представитель грузинской власти не упоминал приоритет членства Грузии в НАТО. И не было неожиданностью, естественно, что новый пример в первую очередь поехал в Брюссель. В Брюсселе он имел встречи и в Европейском Союзе, и в НАТО. Это было поставить птичку, калочку, и дальше этого эти отношения никуда не идут. У них аргумент железный, они говорят, они нас сами не принимают. Они нас сами не принимают. Зачем нам стучать в двери, тогда нас туда не принимают и не ждут. Если бы они нас приняли, мы бы сразу были готовы за раз стать членом в НАТО. Но мы никаких усилий не прикладываем. Никаких усилий не прикладываем с тем, чтобы минимум получить то, что получила Украина на Вильнюсском саммите. Упраздение решения об необходимости птич, планы по бландещи, по интеграции НАТО, то есть МАП. И у нас нет интенсивных переговоров, консультаций и дипломатических, так сказать, прессингов, с учетом того, что через несколько месяцев саммит в Вашингтоне. Вообще никаких, так сказать, консультаций и переговоров не ведется. Насколько мне известно, и не только мне, я знаю от наших коллег-дипломатов, что особых там переговоров для учитывания интересов на Вашингтонском юбилейном саммите там нет. Слушай, а такая позиция, какой смысл вести переговоры, если тебя не принимают, она насколько оправдана? Я думаю, что нужно прикладывать максимум усилий и ставить этот вопрос. Допустим, в отношении Украины можно понять, что сейчас ее никто в НАТО не возьмет из-за того, что там идет война. А украинцы не требуют, украинцы требуют, чтобы им НАТО согласилось на то, что после завершения войны Украину примут в НАТО. Но у Грузии есть возможность, с учетом немецкой практики, с учетом формулы Расмуссена, вести очень серьезные интенсивные переговоры того, чтобы показать НАТО, что НАТО сами прекрасно понимают, они говорят, что если России удастся добиться цели в Украине, то через 3-5 лет обязательно будет война на территории НАТО, в Балтийских странах. Так что Грузии обязательно нужно продемонстрировать ту опасность, которая может исходить из России, и ту необходимость подключения Грузии в НАТО. Сами за нас нашу работу никто не сделает. И если мы не будем настаивать, и мы не будем стараться, у нас есть там болельщики, очень многие страны открыто поддерживают членство, наши соседи, в первую очередь, Турция, очень открыто поддерживают интеграцию и членство в Грузии. Это и активно самое главное. И активно, конечно, но если от самой Грузии не будет исходить это зависит. А сильно нас туда тащить никто не будет. А сильно нас туда тащить никто не будет. Проблем у всех хватает. И, кстати, по нашим соседям еще один вопрос как раз-таки касается наших соседей, Аза, пользователь, пишет, что о том, что читаю часто, нередко, что, мол, Турцию надо изгнать из НАТО. Я понимаю, что такого механизма не существует, но есть методы выдавливания или отстранения. Как вы считаете, какие развития событий могут иметь место и случись вдруг такое, что Турция окажется вне НАТО, какие последствия будут для Европы, для Южного Кавказа и вообще? Я исключаю. если и Турция не превратится в режим типа Северной Кореи или на другой стране нашего региона, в широком плане региона, Турция имеет очень-очень большую стратегическую важность для Европы, для Соединенных Статов и никто не будет ее исключать. Наоборот, сейчас ведет улучшение отношений Соединенных Штатов и Турции, сейчас есть согласие на продажу американских F-16 Турции, прям официально это никто не подтверждает, но в обмен на согласие с членством Швеции в НАТО Турция имеет стратегическую важность для Европы, для Соединенных Штатов во всех отношениях, в военном плане, в геополитическом плане и в географическом плане, во всех отношениях, так что я, если честно, исключаю ничего никогда исключить, никогда не говорим нет, никогда, но вероятно, таяния мала, так же, как прилетят инопланетяне или однозначно. Огромное, огромное спасибо, Алексей, за очень-очень интересную беседу, очень быстро, очень незаметно, к сожалению, но я думаю, будем чаще встречаться и чаще общаться, и кондифицировать дефицит времени. И спасибо, спасибо, дорогие друзья, что были сегодня с нами, всего доброго, до новых встреч. До новых встреч, спасибо.